Экспедиция в прошлое. Презентация книги с таким названием прошла в Ненецком краеведческом музее. Ее автор Николай Окладников. В нашем округе он трудится с 1958 года. С тех пор краевед издал не одну книгу. Основной круг его интересов – история Пустозерска и старообрядчества на русском севере. Экспедиция в прошлое. Продолжает знакомить читателя с этой темой. Кто такие ушкуйники и как они связаны с Пустозерском? Узнать об этом можно, прочитав новую книгу Николая Анатольевича. Сочинение краеведа посвящено крупной историко-географической экспедиции 1991-1993 годов. Тогда группа историков из Украины и России решила повторить водно-волоковой путь новгородских ушкуйников IX века. Николай Окладников принимал участие во второй части экспедиции и проделал путь из Архангельска до Пустозерска. Во время путешествия краевед ввел дневник, на основании которого и написал книгу. В ней он написал все удачи и трудности экспедиции. К великому сожалению, не все нам удалось. Мы пошли по другому пути, думали, так сказать, наверстать в пущенное время. Пошли по речке Рубихи, по которой раньше еще ходили, когда-то первопроходцы. И вырубали из них кустарник, чтобы пройти по этой речке. Но мы пошли по этой речке и обманулись. Оказалось, она у нас слишком мелка. И вода упала слишком, и мы, так сказать, вынуждены были выживать вертолет. На печер на вертолете летели. Книга насыщена разнообразными фактами. Автор включил в нее историю всех населенных пунктов, через которые проходил путь экспедиции. Отдельная глава посвящена ушкуям, древним парусным новгородским лодкам. В 90-х годах такие же сшили и для путешественников. Как вспоминает еще один участник той экспедиции, Людмила Дуркина, управлять ушкуями оказалось непросто. Были сложности в продвижении, но нас спасало то, что у нас на лодках были не только паруса, еще были моторы, в отличие от ушкуйников, которые тут продвигались сюда. Поэтому мы, когда была возможность, конечно, включали этот маленький ветерок, 8, и двигались благодаря ему. Но очень много было этапов, когда мы просто лодку тащили, потому что мы не были против течения. Поэтому мы, как барваки на Волге, ровно этим способом впрягались все в этот канат и тащили эти лодки против течения. Презентация книги прошла в рамках Дня Пустозерска. Этот праздник появился в округе лишь в 2012 году и намечен на 3 воскресенье сентября. Поэтому основное мероприятие пройдет 15 числа. Мы собираем пустозеров, которые еще остались живы, которые могут с нами поехать. Собираем их детей, потомков, то есть Пустозерска. И хотим, чтобы они собрались в Пустозерске, посетили свою малую родину. Ну, побывали, в общем, там. Приехать в Пустозерск смогут все желающие. С 11 до 14 часов там организуют экскурсионное обслуживание. Историки расскажут о первом городе Заполярье, покажут памятные места Пустозерска и его окрестностей. Светлана Артеева, Екатерина Гончарова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.